Замесы Всего-всего-всего Здесь, допустим, зелененькие, здесь голубенькие Ну и так далее И начинаешь Небольшими порциями Деликатненько Сначала входя Входя в палитру То, что уже есть Сначала войдя Ну вот мы близко подошли Может быть вот таким дымочечком Еще раз пройтись И несколько очистить Цвет, да? Чуть-чуть он стал наряднее Еще уже светлости В это, которое ты положишь Первоначально Еще светлости И так потихонечку Потихонечку Набираешь, набираешь, набираешь Пальчиком Штрих по цилиндрику Чуть-чуть создаешь Вот таким дымом постепенно высветляя Ни в коем случае не революционно А очень постепенно Наращиваешь Уточнение Ладно? Очень большие замесы Старайся замесы делать вот такими Гигантские замесы Только засоряют палитру То есть Вот идеальные замесы Вот они Отступают Скажем В пользу розового Отступают Или скажем В пользу разбела Отступил А вот это Взяв оттуда Ты очень много краски получаешь А тебе нужна Уже в каких-то интонациях Красочка Поэтому вот такими замесиками Отступая Или возвращаясь сюда То есть вот эти вот каши Больше никогда не создавайте Постарайся вводить сейчас Сейчас светик в эти места Не за счет белого А как бы грязальное решение Смотри, он все равно седа смотрится А потом уже немножко и голубизны Чтобы нам нечаянно не переборщить с голубизной Которая может сильно попортить естественность И вот эти все подробности Наращиваем В том числе показываем Вот эту площадочку Вот эту площадочку Светик Смотри Вот на этом месте подбородочка Все это с желтиночкой То есть свет желтит Поэтому все, что свет Начинает вот так Сиять Здесь у нас синевая Чуть потолще Наштриховываем И пальчиком помогаем Вот в этом настроении Тоже едва положила Немножечко Тирануло В эти стороны Чтоб круглился носик Молодец Опрятность Замечательная И опрятности Рассудительность в действиях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Несмотря на то, что эта полосочка смугла Но ее лучше чуть-чуть сбивать смуглость Потому что она все-таки находится в атмосфере света Так же, как здесь находится в атмосфере теневой Здесь в атмосфере света Поэтому ее несколько припорашиваем светлотой Конструкция глаза примерно такая Классического глаза А у нее близко к этому Единственное, что мы не видим этой конструкции на фотографии Но мы знаем, какая она должна быть А она такая Вокруг слезнячка Обычно свет лежит Вот слезнячок А вокруг него свет Этот свет движется По верхней части Нижнего века Верхнему Верхней грани Не так я показывал деревья Что ты делаешь с деревьями? Не делай их больше так Я потом покажу тебе еще раз Снег выгребай Выгребай мастихином Вот этот светик тоже начинает движение наверх Но тут же и плохо На верхнее век Краснит Да, обычный Можно одновременно красноту и сюда Площадка верхнего века Имеет некую толщину Правда? Вот эта душка Верхнего века Самое светлое место у нее Так же как у блюдца Когда мы смотрим Или у чашки Вот эта верхняя кромка Самое светлое место на закруглении то естественно свет отсюда значит с этой позиции там то чего но если мы это не покажем что мы вроде как не дадим конструкцию это будет просто облака видное пятно а так у нас может может сформироваться нормальное пятно мы едва обозначили а потом опять немножко приглушили но у нас есть теперь конструкция глаза ты согласна вот тот глаз без конструкции а этот теперь с конструкцией светлость белка и верхней площадки века нижнего немножко равны по тональному это место тоже выпукло и тоже освещено несколько с этой стороны поэтому этому месту чуть-чуть придаем светика при общей темности пятна нижнего века да мы с тобой сейчас рассуждаем конструкцию поэтому ты эту площадочку можешь и опустить и вот он будет круглиться столько сколько на идея в этом чуть-чуть обозначаем леснички нижнего века вплоть до коричневых проявлений примерно как там и есть да немножко века имеет толщину нижняя и вот эту толщину я попытался показать обычно нижняя века несколько краснит но можно это чуть-чуть сбить эту красноту и другими цветовыми цвет и так заходит вот сюда под связничок и свет на переносице есть между ними тенистое место ребра ребра носа светик этот чуть-чуть под бровь туда устремляется вот анализ самый мы имеем анализ этого глаза а ты теперь постарайся вот этот анализ осуществить в этом глазу да только все темнее ну может быть чуть чуть ниже сделать вот эту часть хорошо итак свет входит вот в эту площадку вокруг слизнячка и и Поскольку источник света отсюда, то здесь темнеет, а не здесь. Ну и там тоже это есть. Здесь вот эта складочка между плоскостями лица и веком. Краснит средний досочек. Свет несколько поднимается от этой площадки по верхнему веком. Веком.